Всем привет! Слушайте, что ни день, то осознание того, что живешь в каком-то сумасшедшем доме, в какой-то матрице. Сразу два мощных центра провели исследование. Корнеги-центр московский и Левада-центр провели опрос среди населения, в первую очередь среди жителей крупных городов. И оказалось, что протестные настроения в обществе выросли. То есть, 59% россиян высказали за то, что они хотят перемен, причем не просто каких-то поступательных, а таких резких здесь и сейчас. В общем, грубо говоря, 60% граждан почти против тех 40, которые были еще недавно, недовольны своей жизнью, о чем они сказали. Поразило то, как Песков прокомментировал ситуацию буквально накануне. Он сказал, да мы знаем, мы знаем об этой проблеме, мы знаем, что она есть. Но поймите одно, протестные настроения в любом обществе случаются. Всегда это нормальная реакция людей, что они хотят перемен. Все, привет. Я обалдел, если честно, потому что в моем понимании, да, господин Песк, вообще представители власти после такого опроса должны были насторожиться. Должны были соврать какие-то резкие экстренные совещания, да, начать что-то делать, приступить к каким-то действиям. Не, мы знаем. Это вот вы знаете все равно, что вы придете завтра в полицию с заявлением там каким-нибудь, да, на которую вы вычислили маньяка-убийцу. У вас есть доказательства. Вы скажете, у меня есть доказательства, фото, видеосъемка, да. Я знаю, где этот человек закапывает там, грубо говоря, трупы, да. У меня есть огромное количество свидетелей. Я готов. Обратите внимание на ситуацию. Меня пугают, что этот человек живет со мной по соседству. А полицейский у вас не будет принимать заявление. Он скажет, да, мы знаем. А с другой стороны, ну, поймите одно, что всегда будут кто-то, кто будут убивать, грабить, насиловать и так далее. Ну, что теперь делать? Это данность, это неизбежность. Поэтому спасибо за сигнал, мы знаем, идите, живите дальше, а нам некогда. У нас обеденный перерыв. Ну, я считаю, что это уже верх цинизма, в принципе. Это говорит, в очередной раз подтверждает только то, что они уже привыкли вытирать о нас ноги. Ну, а коль скоро мы терпим, значит, нам все это нравится. И, в принципе, я не думаю, что будут предприняты какие-то шаги. И, может быть, пару-тройку каких-нибудь никому не нужных, малоизвестных чиновников, губернаторов, может быть, даже, где-то уволят. Ну, как уволят, переставят на другую должность, в какой-нибудь Совет Федерации отправят. Ну, а мы как жили, так и будем жить в этом, простите, ге-удачного дня.